Здравствуйте, дорогие друзья! Насыщенные дни, вот прямо с утра надо много успеть, надо много обдумать, записать. Перед нами, вот сейчас, вот в среду начнется Рошашина. Это день установления судьбы на следующий год. Некоторым будет решено, что надо остаться или жить в бедности, не дай бог. Но некоторым в богатстве, некоторым и так далее. Умереть или жить, водой или это, потопом. Все решается. Не всегда то, к чему стремится человек в течение года, и вообще в течение иногда жизни, чего он хочет добиться, является добром для него. Очень часто наоборот, вы же знаете, мы что-то хотим, думаем, оно мне было надо. Поэтому, когда нам устанавливается судьба на следующий год, учитывается не наши хотелки, а то, как исправить душу. Как помочь той внутренней болезни человека, которая есть у всех, потому что не идеальная душа. И как помочь ему выздороветь. Какую ситуацию поставить его в следующем году, что было идеально для него. Цель жизни человека, да, имеет смысл и конечный результат. То как правильно он ввелся к этой цели в течение жизни, и как его подправить. Вот в чем суть нового года. Очень много примет в этот день, еще много осимамов. Мы об этом, может быть, завтра поговорим. Но чтобы я вот не забыл, если, не дай бог, у людей нет, есть болезни, нет детей, написано, одна из сгулок кобылы, пригласите к себе в гостей на Роша Шана. Это очень важная вещь. На Роша Шана нельзя быть, не должно быть гнева и злости. Потому что, если мы в эти два дня допускаем себя к этим двум чувствам, то они прочно засядут на целый год, не дай бог, в нашей жизни и так далее. Злости в эти два дня нет. Такого понятия нет. Как мы будем чувствовать вообще себя в эти дня? Как себя вести? То мы и получим в году. Надо улыбаться, смайл, еще без конца улыбаться, щепочки на тот зацепить в крайнем случае. Каждые пять минут поставь себе, там через десять минут подходить в зеркало, и так делать, и раз, оно повлияет. То есть создавать себе хорошее настроение, культивировать себе. В этот день решается абсолютно все, исправляется много, и нам надо правильно к этому дню подойти. Весь процесс питания этого дня тоже связан с этими же вопросами. К примеру, там, в финики мы обязательно должны кушать в этот день. Кстати, кроме всего прочего, каббалисты говорят, что поедание финика вообще способствует лечению депрессии и других заболеваний. Свекла, например, чтобы ушли все там враги. Гранаты, чтобы подчеркнуть количество заповедей, которые мы сделали. Нельзя кушать ничего кислого, горького, с сахаром сыпьте и все. Мед, масса, простите, мед макать, яблоко. То есть какие-то вещи, которые наши мудрецы видели, что они как бы точечно помогают нам. Рошашана, вернемся к Рошашана, если правильно его определить, как сказал один мудрец, это день, когда чаяния Бога встречаются с нашими реальными делами. И суд связан именно с этим. Суд сравнивает, вот какой ты мог стать, и что произошло, и как тебя подправить. Вот такой этот суд. Да, это нелегкий суд. Новый год, вот этот знаменитый, без шариков, без ничего, у нас совсем другой Новый год. Он приближается. Это еще одно звено во временной цепочке нашей жизни. И обратите внимание, позади какие-то горести, заботы, радости, я знаю, тревоги, надежды, не сбывшиеся, сбывшиеся. А впереди что? Годами меряем жизнь своих детей, своих, своего народа. А какая точка отсчета всего этого в общем, всего в мире? Какой, как и народы определяют точку отсчета? Обратите внимание, она абсолютно разная. У народа Европы избрали один отсчет, Китай третий, Арабы четвертый. Наша Рошашана, вот это, точнее, это даже не Новый год, голова года, это день создания первого человека Адама, шестой день творения. В Торе, в книге, которую Всевышний даровал после исхода из Египта, рассказывается сотворение Вселенной. И сказано сотворение Адама, то есть мы с вами считаем Новый год, это вообще все новое, все отсчитываем от человека, все для человека, да, для нас все сделано. Праздничный день, вот это полотно, Рошашана просматривается Всевышним. Наши мысли, поступки, все рассматривается, все взвешивается, мысли видятся, в точном соответствии с чем, с значимостью и взаимосвязь с нашими способностями, прошлыми деяниями, с поступками других людей и так далее. Рассматривается и взвешивается, взвешивается. Вот в первый день, написал, особенно первый день в мире царит суровый суд, выносится приговор, точнее, его первая редакция, через 10 дней в Юмке Пуру будет утверждаться. Кому-то в Новом году суждено возвыситься и преуспеть, кого-то постигнут, не дай Бог, несчастья. Одним будет сопутствовать удача, а другим суждены страдания. Одним предстоит прожить долгую жизнь, а другим умереть. И все это решается в этот день. Ну так разве мы не должны к нему готовиться? Брахава от флаха, хорошего приговора, хорошей печати и хороших решений на небе для каждого из нас. Брахава от флаха.